Это снова Хабаров спортивный на Хабаровской студии телевидения и мы снова говорим про ГТО. В этом году хабаровские школьники второй год подряд сдают нормативы. Кстати говоря, делать это именно в плавательном бассейне совсем не обязательно. Что касается плавания, это один из видов, который по выбору. И плавание это необязательный вид теста для того, чтобы получить свой знак отличия. Так как он по выбору, мы понимаем, что не все участники умеют плавать просто в силу своих физических качеств. Поэтому, по моим наблюдениям, плавание выбирают не более 40% от всего количества тестируемых. 40% достаточно весомый показатель для необязательного вида тестирования. И секрет такой популярности не только в том, что в Хабаровске доля умеющих плавать даже выше, чем в некоторых морских городах. А в том, что большую часть года, кроме как в бассейне, поплавать нигде не получится. Возможно, просто мы живем сейчас в таком городе, где особо летом даже негде ребятам поплавать и покупаться. Поэтому, может быть, по этой причине они выбирают именно плавать. Но чтобы сдавать нормативы комплекса ГТО именно по плаванию, все-таки не мешало бы подготовиться. Уметь плавать – это само собой. Нужно еще и потренироваться хорошенько. В спорте чудес не бывает. Если человек не тренировался, если он не умеет плавать, то, к сожалению, чудеса не происходят на самом тестировании. То есть здесь знаменитый, очень правильный олимпийский лозунг «Главное не победа, а участие». Ну, скажем так, не очень всегда работает. Не всегда работает, потому что плавать все-таки нужно уметь. Совершенно верно. В данном случае плавать – минимальное требование, чтобы принять участие в этом виде. Ну, по крайней мере, уметь плавать. Мальчишки, девчонки, а также их родители. Важную информацию услышать не хотите ли? Дело в том, что сдача нормативов комплекса ГТО может помочь выпускникам школ при поступлении в высшие учебные заведения. В соответствии с приказом Министерства образования России, выпускникам даны привилегии в виде дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Также им может быть назначена в установленном порядке повышенная стипендия, когда они будут учиться в высшем учебном заведении за золотой знак отличия. Кстати, если вы уже загорелись идеей, кроме знаков отличия, заработать дополнительные баллы, а нормативы золотого значка вам уже или пока не под силу, то не расстраивайтесь или не расслабляйтесь. Каждые четыре года нормативы будут пересматриваться и станут они проще или наоборот сложнее, пока говорить рано. Но точно известно, что обладатели золотого знака ГТО не пожалеют. Ну и родители, наверное, тоже должны осознать, что это полезная вещь для ребят. Это будет обязательно тоже стимулировать своих детей к выполнению нормативов. Мы на это очень рассчитываем. По результатам прошлогоднего тестирования только 279 хабаровских выпускников школ воспользовались этими преимуществами. В этом году молодежь активнее идет сдавать ГТО, а это значит, что преимущества сдачи нормативов более востребованы. С 21 февраля по сегодняшний день уже прошло тестирование по данному виду, по плаванию, более 1200 школьников. Если вас заинтересовала возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а может и прибавку к стипендии, то вы наверняка заинтересуетесь тем, каким образом нужно преодолевать положенную дистанцию. В этом плане никаких ограничений нет. Или они несущественны? Участник может выбрать любой стиль плавания. Единственное требование – это не держаться за разделительной дорожки и не помогать себе ногами, передвигаясь по дну. Это был Хабаров спортивный на Хабаровской студии телевидения. Сегодня мы снова говорили про ГТО, а значит будем говорить и дальше. Присоединяйтесь и болейте за наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова